Проблема своевременного обеспечения граждан льготными лекарствами по-прежнему остается одной из актуальных в регионе. В числе причин нерасторопность чиновников, отвечающих за закупку препаратов, недостаточное бюджетное финансирование, а также завышение цен в аптеках. Вопрос, как изменить ситуацию в лучшую сторону, сегодня поднимался в областной думе в ходе круглого стола, участие в котором приняли депутаты, медики и представители надзорных органов. Слово Станислава Лопатина. Одной из основных причин перебоев с лекарствами для льготников является халатное отношение чиновников учреждения здравоохранения к своим обязанностям, а именно несвоевременное формирование заявок на поставку препаратов. Тому подтверждение десятки нарушений выявлены в ходе проверок, проведенных прокуратурой области. Достаточно много нарушений в части подготовки документов, своевременного обеспечения конкурса на нашем местном уровне. Нам здесь в помощь выступает прокуратура, которая это подтверждает, да, и люди ходят в эти аптеки, отмечаются до бесконечности. А на самом-то деле причина только в том, что какой-то чиновник вовремя не подготовил бумаги, вовремя их не передал куда надо, а потом на месяц, на два, на три задержки. Есть и другие причины. Например, позднее в этом году, аж в апреле, принятие областной территориальной программы госгарантии оказания населению бесплатной медицинской помощи. В результате чего гражданам некоторое время не отпускали с лекарства по льготным рецептам. По мнению депутатов, Комитету по здравоохранению необходимо провести работу над ошибками, чтобы не допускать в дальнейшем подобных задержек. Среди других предложений парламентариев поднять вопрос на федеральном уровне по увеличению списка особо тяжких социальных заболеваний, при которых люди могут рассчитывать на получение льготных лекарств и расширение самого перечня препаратов. Мы все последние годы с вами были свидетелями того, что перечень препаратов, на получение которых может рассчитывать гражданин федеральный льготник, он этот перень все время уменьшается. Мне кажется, что это неправильно, и мы сегодня перед федеральным центром должны поставить вопрос о том, чтобы все-таки этот перечень был дополнен. Также народные избранники считают, что пора пересмотреть в сторону повышения нормативы финансовых затрат на федеральных льготников. Сегодня это 570 рублей на человека, хотя по подсчетам специалистов он должен быть не менее 1 тысячи, чтобы полностью снабдить лекарствами больного. Кроме того, на повестке дня и вопрос об увеличении средств в областном бюджете на обеспечение медикаментами региональных льготников. Сейчас на эти цели, на 2012 год запланировано около 300 миллионов рублей, но этого, по мнению депутата, все равно недостаточно. Учитывая, что у нас неплохие обороты по решению социальных задач в регионе, мы сегодня выглядим, наверное, не худшим образом и в нашем южно-федеральном округе. Я считаю, что у нас есть все возможности в следующем году, а, как мы говорим, он тоже сложный. У нас никогда не было простых годов. Мы все-таки найдем те возможности, чтобы пополнить статьи, касающие сравнение. В ходе заседания депутаты рекомендовали исполнительной власти региона оптимизировать работу по организации лекарственного обеспечения граждан и вместе с правоохранительными органами усилить контроль за необоснованным завышением цен на медикаменты в аптечной сети.